А кого это волнует? Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет. Они отработаны до идеала и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб. То есть, когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. Друзья мои, это видео должно стать вирусным. Не той рекламной веселой заразой, которая, манипулируя нашими чистыми устремлениями, заставляет нас клацать лайки и расшаривать его друзьям. Это видео-тест на то, можем ли мы с вами объединяться даже в таких простых действиях, которые требуют лишь нажатия пальцами на клавишу мыши. Циолковский как-то сказал, в золотой век войдут люди, которые научатся объединяться. Что нам мешает? Давайте учиться объединяться. Смотри до конца, думай. И обязательно отправь это видео трем своим друзьям с просьбой сделать то же самое. Виктора Алексеевича Ефимова, ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета с 2005 по 2015 годы, два дня назад, осудили на пять лет реального срока. Пока что он под домашним арестом до решения апелляции. Он один из немногих, кто освещает лучом своего внимания реальные проблемы устройства сегодняшнего мира. Находясь внутри системы, обладая аналитическим системным умом, он ясно видит и показывает всем нам недостатки, всю ложь, весь ужас системы. Этим он и опасен для системы. Я хочу поддержать Виктора Алексеевича и поделиться с вами мыслями и постом Сергея Грошева, нашего соратника по борьбе с системой. У меня есть надежда, что у высшего разума есть некий сценарий, который подразумевает вариант пробуждения тех, кто мог бы в ближайшем будущем управлять процессами в экономике. То есть я чувствую, что грядет скорая смена нравственной парадигмы, смена концепции управления, смена управленческих систем. Когда индивидуалистические, рабовладельческие, паразитарные отношения между людьми эволюционно меняются на отношения общинные, кооперативные, взаимополезные. Допустим, высший разум ставит задачу из добронравных людей, в том числе людей, знакомых с концепцией, кто не знает с концепцией общественной безопасности, быстро сформировать команду новых 25-тысячников. Добросовестных управленцев, которые при изменении экономической и финансовой модели обеспечат суверенную по всем приоритетам нашу родину, едой, жильем, образованием, техникой, медициной. То, что изменения в ближайшем будущем неизбежны, я не сомневаюсь. Только один сценарий – это новые средние века через капиталистический цифровой концлагерь и уничтожение 90% жителей планеты. А второй – благоприятный, плавный эволюционный переход частной собственности в общественную. Путем ее выкупа экономически более эффективными кооперативными предприятиями, которые обеспечивают большинству жителей обслуживаемой территории безусловный базовый доход по факту рождения. И те, которые существуют за счет повсеместного осознанного служения, волонтерства добровольцев, осознавших радость и силу совместного, осознанного, согласованного, разумного, созидательного труда на благо всех. Но сегодня вы, потенциальные управленцы, в большинстве своем сидите с жопой на диванах, сутками напролет читаете, слушаете и смотрите аналитику. Да что там, сами пишете, снимаете, показываете аналитику и надеетесь, что Путин – государь, Ефимов – ректор же, лично вхожий к государю и открывающий ногой двери ФСБ, лекция же была, и Величко – внутренний предиктор. Сейчас все они втроем, как три богатыря, да как победят либеральную гадину. А вот нет. Сегодня система, также осознавая неизбежность изменений, судорожно убирает с дороги опасные для нее элементы. Сергея Данилова, Михаила Щетинина свели в могилу, Марат Харрисов пущен по этапу, Ефимов под угрозой реального уголовного заключения. И в этой связи, зная, что наши братья в опасности нуждаются в поддержке, помощи, многие могут начать просыпаться, заниматься реальным делом, управлять реальными процессами, нарабатывать опыт, поднимать нравственность. И могут сформировать недостающие для рывка кадры. В принципе, еще максимум 5-10 лет и от власти физически отвалится в большинстве своем безбожное, бесчеловечное, бесчестное, безнравственное поколение хрущевско-либерально-троцкистской оттепели и брежневского алкогольного застоя. И придут социокапиталисты, социократы, те, кто родился в СССР, но работать начал уже на его обломках. С энтузиазмом начал с огоньком, перестройка, ускорение, гласность. Причем работать начал не на прихватизированном папашкой-партийцем, а создавая свое, с нуля, те, кому, как мне, сейчас от 40 до 55 лет. С немного иной нравственностью. Знающий, что был Артек, 9 мая, бесплатное жилье и медицина, кружки и секции для детей, молоко и кефир из-под коровы, и помидоры, пахнущие помидорами. Те, кто научился в СССР читать и читал все, от Библии, Корана и Мехабхараты до Достоевского, Розанова, Фрейда, Хаксли, Оруэлла и Кастанеды. А читая, учился думать и анализировать. Те, кто весьма уже приутомился современным либеральным капитализмом, с его кидаловым, подлостью, бесчестными правилами игры и уже просекших. Или начинающих просекать циничное сетевое кидалово заокеанских ТНКшек. Под единым мафиозным руководством, печатающих себе бабло в неограниченном количестве, искупающих на корню все, что еще шевелится в криптоколониях. Все, что создано руками наших родителей и по праву принадлежит нам. Создающих через подконтрольные криптоколониальные правительства невыносимые условия для мелкого и среднего бизнеса. Развязывающих войны, развращающих, разделяющих, сталкивающих, стравливающих и одновременно рассказывающих папуасам через купленные на корню вузы и средства массовой информации про либеральные ценности, толерантность, терпимость, однополые браки, добросовестную конкуренцию, маржинальность, инфляцию, ликвидность и прочую-прочую хренатистику. В общем, придут скоро к власти бывшие советские хиппи, хапнувшие настоящей честной солнечной свободы и иллюзорной химеры свободного потреблятства одновременно. Возьмут в свои руки бразды правления те, кто сегодня создают экопоселения, родовые поместья и биосферную цивилизацию. И понявшие, что их элементарно кинули старшие отечественные товарищи-прихватизаторы, которых кинули, в свою очередь, заокеанские товарищи-организаторы. Лично меня арест Виктора Алексеевича очень сильно подхлестнул к деятельности. Я понял, что надеяться больше не на кого. Я теперь на передовой. Будем объединяться. Для практических, добрых дел. Для осознанного, общественно-полезного служения. Для труда не за бабло, а для общего блага. Мало нас. Страшно далеки мы от народа, но время-то за нас. Солнце за нас. Правда за нами. В конце концов, все будет хорошо, Виктор Алексеевич. А если не хорошо, значит это еще не конец. Я надеюсь, верю и знаю. А как еще нас разбудить? В общем, дорогой наш Виктор Алексеевич, надо принять это временное неудобство. Для нас всех, для нашей Родины, для Отечества. Принять как свой нелегкий участок фронта. Вы теперь наш узник совести. Вы теперь наше знамя. Я надеюсь, что в верховных судебных инстанциях вы будете оправданы. И будет дана отмашка на запуск иного сценария развития общества. Светлого, честного, справедливого. Друзья, вы спросите, что же делать? Что конкретно я могу сделать? И у нас есть ответ. Ответ прост. Нет смысла бороться с ним. Идти на войну, демонстрацию или на выборы. Чудовище сдохнет само, как только мы перестанем его кормить своими деньгами, временем, энергией, жизнями и детьми. Мы находимся в основании пирамиды. Вся система опирается на нас с тобой и перестает существовать. Самоликвидируется только когда количество вышедших из ее элементов достигает критической массы. И для этого нужно сделать шесть простых шагов. Шаг 1. Проснуться и увидеть, что происходит в твоем доме, на 3-й от Солнца планете. Шаг 2. Вспомнить свою истинную природу, пробудить родовую память. Шаг 3. Осознать свою силу и права, данные по рождению. Шаг 4. Прекратить участвовать в любом виде носил. Шаг 4. Прекратить кормить чудовища своим вниманием, деньгами, энергией, детьми и жизнями. Но оставаясь в городе, сделать это невозможно. Оставаясь в городе, оплачивая тарифы и налоги, покупая продукты в магазине, ты поддерживаешь жизнь этих монстров. Живя в городе, ты каждым своим действием вредишь природе, своей планете, своему дому. Кроме того, в городах катастрофическая концентрация механизмов, влияние на твой ум, тело и сознание. Поэтому нужно сделать шаг шестой. К выходу из системы. Но одному это сделать очень трудно. Мы все единое целое. И поэтому нужен шаг седьмой. Объединение здравомыслящих. Пробудившихся. Только вместе мы — сила. Ты и я здесь и сейчас создаем не просто свою реальность, но и закладываем фундамент будущего для наших детей и потомков. Для этого у каждого из нас есть все. Есть свободные территории плодородной земли. И наше право жить на них и возделывать им. А главное, везде, всегда и для всех действует вселенский конь свободы выбора. Тебе нужно лишь выбрать жизнь. Приезжай к нам в Карпаты летом 2019 года на первый международный биосферный фонд. Будет интересно. Просыпаемся. Ссылка в описании. Почему же этот хищник захватил власть? Как ты об этом говоришь, Дон Хуан? Спросил я. Этому должно быть логическое объяснение. Этому есть объяснение, ответил Дон Хуан. И самое простое. Они взяли вверх, потому что мы для них пища. И они безжалостно подавляют нас, поддерживая свое существование. Ну, вроде того, как мы разводим цыплят в курятнике. Они разводят людей в человечника. Таким образом, они всегда имеют пищу. В основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то система такая развивается по экспоненте. А экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность белой полосы и черной. Она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее. И развивать в обществе толерантность. То есть, вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть, это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решило задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, наверное, особенно с текущего момента меняется просто информационное состояние общества. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да. То есть, когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем.